В Брюсселе закончился саммит глав стран Евросоюза. Обещали о Брекзите не говорить, но не получилось. Выход Великобритании из ЕС стал одной из топ-тем. Об идиллии в рядах Евросоюза говорить не приходится. Кто же мутит европейскую воду? Подробнее наш корреспондент Светлана Чернецкая. Брекзит еще не запустили, а их уже стало на одного меньше. 27 лидеров стран ЕС собрались сегодня за круглым столом обсудить будущее Евросоюза. Британский премьер в этом разговоре участвовать не захотела. Уехала домой накануне. Пришло время покинуть Европейский Союз и начать строить независимую, самоуправляющуюся, глобальную Британию. Как к тому призвал британский народ. Так что мы запустим процесс выхода из ЕС до конца этого месяца. Напоследок Тереза Мэй призвала ЕС эффективнее противодействовать информкомпаниям со стороны России. А в самом Брюсселе не устают повторять. Брекзит, события прискорбные. Но это далеко не конец Евросоюза. Мне не нравится Брекзит. Мне бы хотелось быть в одной лодке с британцами, но надеюсь, что настанет тот день, когда они вернутся. Нашей главной политической целью является сохранение Европы единой и состоящей из 27 стран. Но на этом саммите появилась еще одна трещина. Польша глубоко разочарована переизбранием Дональда Туска на пост президента Европейского Совета. Варшава обвиняет Туска в том, что он вмешивается во внутреннюю политику Польши. Но несмотря на ее протесты, он остался президентом еще на 2,5 года. И это тот редкий случай, когда решение лидеров ЕС не было единогласным. 27 за, 1 против. Мы восприняли это решение так. В ЕС доминирует одна страна, и не будем скрывать, что это Германия. И мы понимаем, что она сильно давит на определенные страны. Если ЕС не сойдет с этой тропы, она скоро останется лишь частью истории. Осторожно с мостами, которые сжигаете. Если они исчезнут, по ним уже никогда не перейти. Эту пословицу я посвящаю всем государствам, членам ЕС. Но в особенности польскому правительству. Впрочем, Брюсселе делают все, чтобы никто из стран не чувствовал себя чужим. Вот и сейчас страны Бенелюкса предложили членам Вышеградской четверки встретиться в Нидерландах, чтобы вместе обсудить будущее ЕС. Так что следует ожидать мини-саммита с участием Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. А позже подобную встречу Бенелюкс планирует с балтийскими странами, чтобы сплотиться в эти непростые для ЕС времена. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.